Снежные баталии на сортировке. Сугробы не первый год становятся камнем преткновения между жителями соседних домов. Расчищая от снега один двор, уборщики наводят беспорядок в другом. Те, кому подкинули проблем, требуют порядка. На помощь позвали городской дозор. Не по-товарищеской решила вопрос с уборкой собственной территории. Это ТСЖ. К возмущению соседей, снег просто скидали через забор, разделяющий дворы. Собственники разгребли снег, чтобы сделать в дворе парковку. Но после этого тесно стало соседям. Кучу осадков свалили на их территории. Когда она начнет таять, участок уйдет под воду, жалуются жильцы. Вот это все к нам поплывет. Мы живем, видите, внизу вообще. У нас вот это каждый год, у нас такая же история. Каждый год. Впрочем, товарищам не всегда удавалось подкинуть соседям проблем. Год назад они были на чеку. В прошлом году, когда началась уборка территории, приостановили, собственно, сами вышли, трактористы остановили. Нынче жители вновь подняли тревогу. Едва на территории ТСЖ загрохотал трактор. Представитель товарищества пообещал оставить снег в своем дворе. Но едва люди разошлись, рабочий сменил курс. Время будто специально выбирали, когда большинство на работе. Женщинам остановить уборщиков не удалось. Вы пообещали, что на вашей территории весь снег останется. Почему наши дети должны потом в грязи купаться? У нас полстраны в грязи купаются. За соседей горой квартальные инспекторы. После нашего обращения в ТСЖ поступит уведомление. Вывести снег с территории за забором до конца этой недели. Если сроки, установленные в нашем уведомлении, не будут выдержаны, будем привлекать тех людей, которые неправомерно выгрузили снег не на своей территории, к административной ответственности. Если ваш двор вдруг стали заваливать чужим снегом, сразу обращайтесь к квартальному инспектору. Его вмешательство будет намного эффективнее, если к заявлению еще приложить видеозапись, которую вполне можно сделать на обычный телефон. Юрий Шумков, Александр Кожеватов, Городской дозор.